Привет, дорогие друзья, привет, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы мое отдельное вам здравствуйте. Ну что ж, поговорим о Самвеле Адамяне. Ну, торговля вот эта идет полным ходом, вы знаете, мне кажется, это даже вот не торгаши, потому что люди, которые связаны с торговлей, они все-таки не такие, это какие-то такие вот барыги, вот реально действительно барыги, которые вот и думают, как на чем-то наживиться, как на чем-то заработать, особенно на подаренном, потому что торгаш это что, да, ты вложил собственные деньги, поставил свой интерес, учел, да, какую-то прибыль, просчитал все свои текущие расходы и то, что осталось, это уже как бы твои честно заработанные деньги. А здесь вот действительно Севка рассказывает, что это типа делается для мамы, но и сам этими деньгами он не брезгует. Конечно, честно говоря, я слабовато верю в то, что реально это кто-то покупает, а не это отправляется на мусорку, но он решил таким образом поддержать контент. Но будем отталкиваться от того, что говорит сам блогер. Первые две картины с Америки ушли с молотка. И ушли не за 3000 гривен, как Севка планировала, попался какой-то жадный покупатель, сразу сбил 1000 гривен и за 2000 они проданы. Но все равно неплохо, согласитесь, чистая прибыль, без всякого риска, без всякого головника, никаких текущих расходов, связанных с торговлей, да, доставка, местовое там и бла-бла-бла. Ничего этого нет. Вот так вот просто заработал на голом месте. Но единственное, что остается, это дойти до ближайшей новой почты и отправить. Кстати, осталось доподлинно неизвестно, поставили ли автографы на этих картинах. Потому что я так понимаю, что те, кто покупают, они хотят именно от звездной парочки, мамашки и Севки получить автографы. Но этого неизвестно, получил или не получил. Хотя, в принципе, с другой стороны, было заявлено, что автографы будут бесплатны. И как человек упустил такой шанс. Далее, ребята, мама времени зря не теряла и уже выставила всех котиков на продажу, чтобы люди видели товар лицом. Это вот такое, знаете, современное ведение бизнеса. То есть кто-то там таскается, да, на блошиный рынок, там бабушки-пенсионерки выходят, старушки там какую-то, я не знаю, ну какие-то свои, наверное, личные вещи, какие-то там книги продают. И у них, конечно же, не получается на этом заработать. А у бабки все козыря в руках. У нее есть Севка, пиярщик, есть Ютуб и, конечно же, такая торговля за милую душу. В тепле, без риска, без головняка, не надо с собой эту тележку таскать, да, там с какой-то вот этой кладью нехитрой. Здесь гарантированно продал. Ну и шикарная новость, ребята, нашлись даже те, кто за две книги платят целых 50 евро. Но так как мама не владеет информацией насчет курса, да, НБУ на сегодняшний день, она и уточняет у Севки, сколько же это будет в гривнах. И тут он маме озвучил две тысячи. Ребята, нужно было видеть, как у нее загорелся глаз. Кстати, для меня странно, когда человек зовут эти книги, цена, которым всего там 300-400 гривен, платит две тысячи. Ну, наверное, это из-за того, чтобы, скажем так, подмазаться к ТВ, чтобы она этот такой широкий жест запомнила. Конечно же, за автографы и за старания, чтобы все восхитились щедротой души человека, который перевел 50 евриков. Мама, ребята, просто счастлива. Ну, а что самое удивительное об этом всем, представьте, она даже не требует от Севушки денег. Как она объясняет, что ей сейчас деньги не нужны. Все равно, когда они у нее заканчиваются, она обращается к Самвелу и деньги он ей дает. Вот здесь мне непонятно. Я уже второй ролик слушаю подобное и поражаюсь, как мама не хочет денег. Что-то в этом есть, какой-то скрытый смысл, либо намек. Возможно, раньше ей деньги нужны были, потому что было кому отправить, а сейчас сделать это некогда. Поэтому мама и играет в такую вот хорошую мамку, настоящую мамку, да, которая последняя готова отдать своему ребенку. Ну, и в этом же ролике уже тысячу первый раз нам показали очередную готовку, рецептуру для диабетиков, очередной шедевр кулинарной отсепки. Вы знаете, вот это блюдо уже можно было запомнить, ну, не знаю, ну, с пятого раза, с седьмого, с десятого. Но мама включает дурочку и рассказывает, что у нее, конечно же, так не работает фантазия. И вообще она такой рецепт видит впервые. Поэтому и интересуется ингредиентами, и как правильно это приготовить. Ну, а дальше, ребята, эпизод, который меня не оставил равнодушно и просто восхитил. Севка держит камеру, мама смотрит в камеру и при этом пальцем выковыривает остатки еды со своих зубов. Тут же это все проглатывает и пережевывает. Правильно, мама, ни капля еды пропасть не должна. Нужно все запихнуть в собственную утробу. Это вы молодец. Не судьба там прополоскать рот, я не знаю, и так далее. То есть очистить, да, полость рта. Обязательно это все отковырнуть и заглотнуть. Остатки сладкие. Мне так и хотелось спросить, мам, ну что, вам там вкусно было? И, ребята, самое интересное, ее это не смутило, что вот YouTube наблюдает, как она там ковырнула, доела, облизнула. Ну, короче, самый смак. И цинус именно застрял у мамки в зубах. Ну и дальше вот такая какая-то неопределенность. Даже я растерялась. Сначала вот эти книжки за 50 евро отправлялись в Грецию. Потом выяснилось, что по ходу они все-таки отправляются в Германию. И вот доподлинно так и осталось неизвестно, куда же они держат путь. Ну, куда-то, конечно, отправляются. Но больше всего маму повергла в шок, что с этих 50 евро нужно как минимум 500 гривен отдать за доставку этих книг. Маловато получается. То есть с учетом того, что книги должны были продаться всего за 300 гривен, полторы тысячи гривен навара для мамы очень маловастика. Абсолютно неощутимо. И возмущается, как же дорого стоит отправка двух книжек. А теперь, мама, на секундочку, прокубаторьте, сколько стоят посылки, отправка этих посылок, которые вам отправляют люди. Ведь люди вам шлют не две книжечки за 500 гривен, хотя по факту со слов Севки это вышло в целых 800 гривен. А люди вам шлют целые коробки. И сколько башляют за то, чтобы вы получили эти посылочки. Сколько люди платят за то, чтобы потом Севка это все кому-то раздарил, либо вы по возможности перепродали. Вот так вот люди линяют собственными бабками. И опять-таки, когда маме шлют, мама даже не задумывается об этом. Зачем ей думать, да? Проблемы племя вождя не трогают. Зачем ей думать, сколько людям, в какую копейку это встает. Нужно думать всегда только о себе. Ну и дальше зависли, потому что ждали решения покупательницы. Нужны ли автографы на книгах, или не нужны. И тут ответ прилетел. Автографы все-таки необходимы. И поэтому мама расшаркалась вместе с Севкой. И давай погнали трудиться. Оставлять свои эпусы, опусы на этих книгах. Ну и мамка искренне рада, что торговля пошла бойко. Ибо им нужны деньги. Самвел много раздал, много потратил. И необходимо восстановиться. Ну действительно, это очень повлияет на их доходы. Ну и далее, ребята, мама конкретно от себя дает рекомендации. Рекомендует к приобретению книгу, благодаря которой она узнала, сколько способов в тюрьме совершить убийство. Вот откуда она знает, что там творится на самом деле. Как делаются заточки, как убиваются люди, как их бить головой об стенку, душить подушками и так далее. Поэтому это просто легендарная книга. Вы должны понимать, что вы получите не только книгу от ТВ, но еще и просто какую-то колоссальную энциклопедию информации, да, вот этой тюремной жизни. Вот ТВ, заметьте, сколько всего оттуда почерпнуло. И не просто почерпнуло, а еще и запомнило. И нам пересказало. Вот другие книги как-то вот не отложились, так, в ее памяти. А именно это вот прям проникло в нее, и мама ее полностью знает. Поэтому покупайте и даже не задумывайте, что вы покупаете, что-то там непонятно. Эта книга должна первая уйти с молотка. Но как Севка потом просек, что он заговорился насчет путешествия книг в Грецию, в Германию, все-таки определился в Грецию, едет оберег от ТВ. Хотя до этого сказал, что за этим оберегом человек приедет сам. Потом выяснилось, что оберег все-таки едет в Грецию. Короче, сам запутался, что куда должно отправляться. И тут же, конечно, маме напомнил, что она должна быть во всеоружии, навести марафет, привести себя в порядок, красоту, одеть какое-нибудь очередное платье. Желательно еще и шляпку на лысую бошку, потому что в 6 вечера к ней прибудут на фотосессию. И маме отслюняет тысячу гривен. Представьте, ребята, ТВ прикинула, просекла фишку, 5 минут позора и тысяча гривен твоя личная в кармане. И, конечно, пообещала быть во всеоружии, навести красоту и встречать дорогих гостей. Ну и когда эта тема была уже пройдена, мама сказала Севке, что вообще, в принципе, нужно за книги, за вот эти вот там разные сувенирчики просить больше. Потому что отправка съедает большую сумму денег. И у них же должно что-то сверху остаться, наварить, так сказать. Ребята, прикиньте. То есть там вот эта вот ерунда, которую на самом деле никто бы вообще не купил, потому что она никому не нужна. Мама, продавая за 150 гривен за книгу, получила фактически 1200, то есть по 600 гривен за книгу и считает, что этого мало. Нужно еще больше накинуть. Жадность, наглость, отмороженность просто не знает каких-то границ и рамок. Вот нет никакого вообще внутреннего стоп-крана. То есть тебе по факту уже заплатили за каждую книгу 4 раза больше, чем ты могла себе представить, чем ты поставила и заявила эту цену. Но все мало. Нужно жрать в 3 глотки. И далее Самвел заявил, ребята, что у него талант делать деньги. Здесь я соглашусь. Вот попробую кому-то еще втюхать этот хлам. Вот, ребята, честно, я бы даже не додумалась, что такое можно реально продавать. Ну, насчет книг, соглашусь, книги можно всегда отдать в библиотеку, отвезти в больницу, отвезти в дом престарелых. Ну, то есть книги будут востребованы всегда. Я не знаю, например, я так и поступала с теми книгами, которые были куплены либо подарены. И я понимала, что повторно я их читать не буду. Кроме меня их тоже никто читать не будет. Я их просто подарила там школьной библиотеке. Вот, но здесь вопрос в том, что, да, представьте, люди понимают осознанно, что это хлам. Они это озвучивают, что они продают свой непотреб. И кто-то находится, кто готов подбирать под них, да, ну, вот это вот, вот этот реальный хлам. И еще радуется, что им удалось это купить. Ну, и дальше, ребята, Севка всем поведал о том, что задумывается уже о платной платформе. Ему только об этом рассказали. Я так думаю, рассказала партнерка, и он имеет в виду Бусти, где платная подписка. И там он, ребята, обещает эксклюзивный контент. Там, оказывается, ничего не блокируется, как на Ютубе. И он может себя, скажем так, продемонстрировать, продефилировать перед нами в трусиках. И, возможно, даже спускать эти трусики. Но даже на этом он не остановился и сказал, что, скорее всего, придет время, когда он еще даже платно будет продавать свои интим-фото. И вот я представила очередь оголтелую заявки на вот эти фото от Марынки, Надьки. Но это первые будут ценительницы, так сказать, прекрасного. Ну, а дальше пойдут остальные куколки. Ведь не зря женщины об него и терлись, и приставали, и в электричках, или в метро, не помню, где там, за причинное место хватали. Вот это действительно эксклюзив. Я представляю состояние этих куколок, когда они увидят вот такую обнаженку. И, кстати, Севка сказал, что и на Бусти он 100% обогатится и станет, наконец-то, богатым человеком. Да, потому что он представляет, сколько его девочек побегут на это посмотреть. Ну, и следующее расстройство, которое повергло мамку в шок. Мамка принарядилась, ребята, одела вот это шикарное американское желтое платье, которое еще тогда меня повергло просто в шок и готова была к фотосессии. Но подвели, обманули и просто не явились. Вот это действительно шок. И мама сказала, что после этого, чтобы он конкретно брал у людей номера телефонов, с ними созванивался и определялся, будут они или нет. Ну, и дальше нам в этом же ролике показали Зину. Севка смеется с Зиной из-за того, что она сидит в брюках, в штанах, с двинутыми ногами. И он смеется от того, что это для него выглядит ненормально, и она сидит как девственница. Но действительно, для него, естественно, ненормально, когда женщина сидит с двинутыми ногами. Когда ноги сдвинуты в одно место, это ненормально. Потому что смотришь, например, на маму, которая вечно в раскорячку, на Свету с Цитник, которая точно так же вечно в раскорячку. У них какой-то пункт, как сидеть постоянно с раздвинутыми ногами. И когда женщина сидит так, как она и должна сидеть, для него это выглядит непонятно, странно и очень весело и смешно. Потому что действительно видел всегда перед собой каких-то женщин, которые ведут себя как-то непристойно. И это он считает нормальным. Ну и дальше, ребята, мамка показала свои записи. Оказывается, она фиксирует каждый проданный лот. Ее не обманешь и никак не накуклишь. И та, которая кричала, что денег мне, Самвел, не надо, держи их у себя, с удовольствием их хапает. Хапает, перечитывает и там даже мимо 50 гривен не проползет. Ребята, я вот такой жадности не видела, когда мама говорит сыну, ты мне должен остался 50 гривен. Это действительно жесть. И вот что самое интересное, и память у нее там идеальная. Вот блюдо как готовить, мама ни хрена не помнит. А вот какие лоты она продала и сколько денег ей должны, вырученных ею, да, от продажи передать, вот это мама знает четко, помнит. Мне кажется, ее ночью разбуди, и она это без всяких там писюлек проснется, глаза откроет и звучит. Ну и дальше, ребята, ТВ объяснила свой подход к этому всему. Вот она недавно пошла, купила 24 прокладки, потратила на них более 100 гривен. И при этом этих 24 прокладки ей хватит всего лишь на несколько дней. Я, ребята, не знаю, просто я не сталкивалась с таким. В моей семье такого нет, а с посторонними женщинами, да, на эту тему я говорить не могу, ну не буду. Но я как-то слабо представляю, что реально 24 прокладки хватает всего лишь на несколько дней. Ну, может быть, кто-то знает и напишет, просто интересно для себя, утверждать я не буду, да, что это не так. Но просто какое-то сумасшедшее количество всего лишь на 2 дня. Ну и дальше мама увидела, что все, в принципе, потихоньку продается, но застопорился главный лот ее аукциона, это, конечно же, зеркало. Но вот никто не хочет его за 10 тысяч брать. И мама напоминает, да, что зеркало стоит 10 тысяч. И что самое интересное, при этом они рассуждают, что вдруг нужно будет убегать, куда девать этот хлам. Поэтому, правильно, пусть кто-то купит этот хлам. И непонятно, от чего и куда опять-таки они собрались бежать. Ну и дальше, конечно же, да, котики. Цена котиков, ребята, от 200 гривен, а там чуть ли не до 7 тысяч гривен за единицу. Я не знаю, что это за эксклюзивные котики, но в моем понимании это вот такие, знаете, статуэтки ни о чем. Вот просто реально ни о чем. Никакой какой-то ценности, в моем понимании, опять-таки, они не несут. Но уже нам показали, что почем озвучили, так что куколки покупайте. Ну и дайдли нам озвучили, сколько же уже по факту заработала мама. А это 4600 гривен и плюс оберег, который еще не оплатили. Мама деньги с оберега не пронаблюдала. Мама молодец. Ну и далее зашел разговор, конечно же, продать фото Эдика за 5000 гривен. И здесь мама решила, что святое, любимое, дорогое и самое ценное продать она не готова. Даже за 5000 гривен. И как Севка ее не выводил на это, да, что мы сделаем там дубликат этой фотографии, продадим дубликат, это то, с чем мама расстаться не готова. Вот интересно, если бы Севка предложил свое фото продать маме за 5000 гривен. Интересно посмотреть было бы на ее реакцию. Хотя мама сейчас играет в такую хорошую и заботливую, что я думаю, для контента она, конечно, бы отказалась. Хотя в голове очень бы об этом думала. Ну и дальше Самвел говорит маме, видишь, как хорошо, когда есть что продать и кому продать. Действительно хорошо, шлите куколки почаще и побольше посылки. Мамка сейчас распродастся, места освободятся. И это еще, кстати, не дошли до мамы на и кладовой. Но я думаю, и туда дорога открыта, мама все распродаст, все будет пусто. Поэтому есть место, куда скидывать весь хлам. Отправляйте, а мамка с Севкой будут перепродавать. И вот опять-таки, ребята, вы знаете, для меня действительно дикость, когда люди слали тебе, отправляли от чистого сердца на память, ты это с благодарностью принимал, восхищался, радовался, благодарил, и тут же это продаешь с молотка. Ну ладно, еще передарить, но перепродать, вернее просто продать, это уже действительно за гранью. И опять-таки, если тебе это изначально было не нужно, нахрена ты принимал эти посылки? Нахрена ты давал свой адрес и говорил, да, куда тебе их отправлять? То есть это говорилось о том, что тебе хотелось этой шары, тебе хотелось этой халявы, а тут получается, если еще на ней можно теперь и заработать, потому что вам это уже не нужно, то почему бы этого не сделать? И Севка так и объяснил, что если бы, например, маме целую библиотеку прислали, что бы она делала? Точно так же продавала, да. Вот почему я говорю, что это не торгаши, а просто какие-то барыги. Ну что ж, ребята, продолжение следует, а пока со всеми прощаюсь, до новых встреч!